У всех очень состоятельных людей есть одна проблема, которую они никак не могут решить. Они могут купить себе практически все, но они не могут купить себе вечную жизнь. Вот и Булата Абишевича Назарбаева не стало. Владелец гор, сотен компаний, рынков, окончательно неустановленного количества жен. Отец как минимум двух десятков детей ушел из жизни, как обычный больной, уставший старик. Мы, конечно, не радуемся смерти Булата Назарбаева. Кем бы он ни был, в чем бы мы и вы его не обвиняли, при жизни он все-таки был человеком. Завтра Булата Назарбаева похоронят. На похороны придут сотни людей, среди которых будет и старший брат покойного Нурсултан Назарбаев. Съедят много мяса, выпьют много чая, скажут много хороших слов про покойного. Люди вспомнят много хорошего из жизни Булата Назарбаева. Не сомневаемся в том, что Булат Назарбаев в том числе принес много добра, по крайней мере, своему окружению. С помощью штыков, пули, обмана режим сохраняет положение. Власть и состояние таким, как Булат Назарбаев. Но это обходится нашему народу очень и очень дорого. Среди сотен казахов, убитых во время Кантара, был и этот симпатичный 20-летний парень. Думан Канадбек был застрелен 5 января 2022 года снайпером, сидевшим на крыше здания ЖТСУского РОВД в Алматы. Думан пел, был блогером и не собирался умирать в 20 лет. Думан не был хулиганом и погромщиком. У Думана была другая страсть. Все происходящее он снимал на телефон. Отец Думана Канадбека позже расскажет, что через 4 месяца после смерти сына его телефон внезапно включится, чтобы выйти из всех чатов и удалить все видео и фото с телефона. Телефон, но в 22-м году, в 4-м году, в 5-м году, в 5-м году, в 5-м году, в 5-м году. Думанcision issue У меня не flu, но инв 75 в Канадбека позже Сегодня, в день смерти Булата Назарбаева, мы вспоминаем Думана Канадбека, Айкор Кем и всех невинных жертв этого диктаторского режима. Их убивали по приказу Назарбаева и Тукаева. Убивали для того, чтобы Булат Назарбаев мог ездить на Феррари по Каскелену. Чтобы Ким, Машкевич, Назарбаевы, Кулебаевы и все остальные олигархи могли кататься на своих яхтах по Средиземному морю. Их убивали, чтобы Дорига, Динара и Алия могли продолжать сидеть на своих золотых унитазах. Перед смертью все равны, и богатые, и бедные. Может быть, сегодня вы это наконец поймете, господа, захватившие Казахстан. При всем своем желании вы не захватите на тот свет свои яхты и Феррари. Вы в этом сегодня еще раз убедитесь. Может быть, уже хватит. Может быть, пора уже остановиться. Может быть, пришло время понять, что вы тоже смертный и ничем не отличаетесь от других людей.